ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Автомобильные эксперты скептически высказались об инициативе МВД ужесточить наказание для водителей, игнорирующих прохождение теста на алкоголь. Имеется в виду увеличение до 35 тысяч рублей суммы штрафа и до трех лет срока лишения прав. По мнению специалистов, в результате случаев отказа от медицинского осветительствования меньше не станет. А вот если сделать отказ в принципе невозможным, как во многих странах, то тогда другое дело. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз впервые в своей истории приступил к серийному выпуску автомобиля «Лада Веста», работающего и на бензине, и на газе. 90-литровый газовый баллон разместили в багажнике машины за спинкой заднего дивана. Производитель заявляет, что если его полностью заправить, плюс бензобак под завязку, то можно проехать 1100 километров. Экономия на горючем при этом три с лишним раза. Стоимость двухтопливной Весты и дата начала ее продаж будет озвучена позже. ТРАССА СТО ОДИН Спрос на новые автомобили в России в прошлом месяце вырос в среднем на 15%, в сравнении с моим 2016-го. Самой востребованной оказалась марка «Лада». На втором месте – «Кия», на третьем – «Хёнде». Ранее сообщалось, что увеличение продаж авто в апреле достигло 7%. Нет человека – нет проблемы. По-видимому, так решила жительница Костромской области, устроившая летом прошлого года серьезную аварию. Управляя автомобилем «Субару», 32-летняя женщина, нетрезвая на тот момент, врезалась в другую легковушку, которую затем отбросила на грузовик. Отвечать за свой поступок по закону водительница не пожелала и обратилась за помощью к киллерам. За 100 тысяч рублей они согласились ликвидировать пострадавшую сторону. К счастью, об этом вовремя узнали полицейские. До расправы над вторым участником ДТП дело не дошло. Накануне суд приговорил женщину к шести годам тюрьмы. ТРАССА 101 Тойота снова признана самым дорогим автомобильным брендом в мире. Стоимость японской компании специалисты оценили почти в 30 миллиардов долларов. На втором месте с показателем 25 миллиардов зеленых оказалось BMW. На третьей строчке 23 миллиарда Mercedes-Benz. Также в первой пятерке Ford и Honda. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова